Автолюбители республики до сих пор не привыкли к новым дорожным условиям. Речь идет об изменениях погоды, в частности, выпадении осадков и понижении температуры. Очередное ДТП произошло сегодня в Якутске. Одной из причин аварии стал гололед. Виталий Абрамов продолжит тему. Минипровозик из легковых автомобилей образовался вчера на улице Чернышевского. Автоледи за рулем Toyota Cammy не выдержала безопасную дистанцию и догнала впереди едущую Cammy, которая, в свою очередь, показывая принцип действия колыбели Ньютона, успешно столкнулась с Toyota Vix, находившаяся впереди. Остановился, пешехода пропускали передо мной, Vix стоял, все, мы стояли. И потом просто слышу звук, то, что скользит машина, тормоза. И все, секунду не прошло, и у меня бах, удар. В момент ДТП в седане находилась беременная девушка. Благо, прибывшие медики ничего серьезного у нее не обнаружили. А вот в машине виновницы сидели малолетние дети. Но, к счастью, они были пристегнуты специальными удерживающими устройствами. Проведенное медицинское освидетельствование не выявило ни у одного из водителей фактов употребления алкогольных напитков. Со слов виновницы дорожно-транспортного происшествия, она не ушла в метеорологические условия и состояние проезжей части, на котором образовалась наледь, то есть гололед. Отметим, что с начала 2016 года на территории города Якутска и его пригородов с участием детей произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, к которым, к сожалению, погибло два ребенка и получили различные травмы 55 детей. Госавтоинспекция призывает всех водителей быть предельно внимательными и осторожными. Особенно в осенний период строго соблюдать правила дорожного движения, правила проезда пешеходных переходов, а также при перевозке детей не превышать скоростной режим и в обязательном порядке использовать детские автокресла. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.